Так, насчет синего-красного кластера и вообще всей ситуации с корнем. А то ведь сейчас все это выстрелит, скажете, что я ничего не говорила. Хотя я уже язык пить устала, но это сейчас будет конкретно прогресс Валей, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на эту вещь. Когда она пришла, Мелина ей объяснила, что она Nexus. Мелина ей это объяснила, она с этим никогда даже не соглашалась. Ее ответ – ах, так вот оно что, я думала, что это сила Няты или очередной эксперимент Харальд. Закинул меня сюда. То есть Паска-тень. Эрхард здесь реально попала в переплет. Паска-тень вслед за ней. Гросс Валей вслед за Паской. Когда они стали обсуждать, что здесь есть остальные, кого они знают, Паска сразу ей сказала, что конкретно, что касается Кайла, это сын Стана. И там еще разговор вообще-то шел не только про Кайла, а про Кайла и Джудаса. Но здесь просто в тексте вот Кайл идет. Я не стала предыдущую реплику скриншотить. Это не те. В общем, ты их не знаешь, они не из нашего мира здесь. То есть Паска не знает о том, что в люминасию закинула из красного кластера их. Люминасия синий – вот это наши родные Леон и Стан. И эти не из будущего, они из красного кластера сюда закинуты. Как раз экспериментом Харальд, пока мы пытались материализовать веротропу. То есть синий-красный кластер – это с 2011 года тема идет. А на самом деле еще раньше. С Radiant Mythology 2 на самом деле эта тема идет. То есть даже Паска не знала всего здесь. Она сразу предупредила Гроссвали, что будь осторожна, они не те, кого ты знаешь. Не те, кто знает тебя. Но она не учла тот факт, что в люминасии они тоже были гостевые. А красный кластер завязывается вот так вот, завязывается он сюда. Почему она здесь, тоже требует разработки отдельной теории, потому что она не знает, почему она здесь. И когда Мелина ей это объясняла, она на нее посмотрела, в общем, как на умственно отсталую, мягко скажем. Ну, а что еще вы хотите? У Ри-Е непонятно кто, зато реальная инкарнация корня она, поэтому... Чего удивляться, что руль сейчас берут они вот.